Итак, друзья, мы продолжаем наше размышление, и что нас ждет? Числение и словесность. Давайте будем грызаться материалом этого урока. У Геогомера 24 песни и ряды. Буквами обозначены порядковые числа более словесные, чем количественные. Второй словеснее, чем два. Порядковое число равно слово, а не знак. Количественный знак само по себе в мире чисел. Числение – дело письменное, инструментальное. Надо на чем-то, с чем-то, как с орудьем труда топором, а в уме далеко не пойдешь. Словесная же поэзия, религия – дело устное, поэму наизусть запомнить. Веды, упанишады, брахманы тысячелетия помнят, а умножение приходится с помощью камешков или записей. В чем же дело? Почему память благословесна и античисленна? Числение производится, создается тут же, сколачивается в своих суставах и внутренних сочленениях. Его понимают идею, как делать и что зачем, а потом сами воспроизводят, изготавливают, как делатели авторы. Стихотворение, раз изготовившись теперь из автора, далее живет готовым, одетым, гладким. Его надо запомнить, повторить, а не сотворить. Память заново. Память вторична, он первичное дело делает. Так как двойница и вторая память сущностно-женская. Немозина, воспринимчивая, способна много принять в себя и сосуд свой инолон. Память воображение. Ум соображения. При воображении я просто вхожу в обык, с ним отождествляюсь. При соображении я рядом сообразом, на равных снегах. Его уведу с ним об руку. Значит, сам суду сам должен держаться. И в случае чего и образ соседа сидеть. Но вот парадокс. В Велинске дошли до нас записи поэм. Стихов. Словесности, которая и устно хорошо помнится. А не дошло записей числений, как производили сложения, умножения и прочей операции. Очень мало. И есть геометрическое подкройение конструкции. В начало Хевклида подробно. А вот, как считали на письме, не имеем почти. Лишь итоговая цифра есть. Или эти записи подсобны, как на грифельной доске мелом. И когда результаты добыт, добытные письменности нравятся. И архимед чертежи на песке. И верно. Писанина не обязательно расчисления. Вот и сейчас в счет на решающих условиях отмечают точками, чертами, а не цифрами. Цифры еще буквенного образа отметки. Восемь. Восемь. Три. Как буква З. Восемь. 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 не важны. Потому внешний материал, а не душа, лишь нужен для производства счисления. Взаимное с материей это дело откладывать камешки. Калькуляцию. Тысячные тверди материи. Пока я сображу, куда вести, как считать дальше. Счисления. Мой ум равно твоей природе. Четкий. И так вместе идти можем. Как легко запомнить одну страницу столбик стихотворения. И как трудно запомнить страницу столбик расчетов. Его можно самому заново произвести. Напомнить число за числом. Словесность. Помнить. Счисление. Понимать. Та же разница, как между втор и твор. Если я буду понимать мысль поэт, не дорожи любовью народной. А не помнить стихов, я и мысли самой не удержу. Ибо она логостная. Вне слов этих. Не она. А если я буду помнить столбик выкладок при выведении формулы какой-то, я буду зумбрила тупой, ничего не смыслящий. Мыслить здесь это уметь как бы написать самому заново. Поэт, не дорожи любовью народной. В поэзии надо помнить, помимо понимания. И слово само организует твое понимание. Раз помнишь, значит росло с душой. Внято и по-нято тобой. С тобой это живет. Работает за спиной ума. В числении надо ум меть. В математике вообще понимать, а не помнить. Что вы для себя взяли в этом тексте? Что интересного для вас в этом тексте? Какие важные мысли для себя? Идеи? Что показалось интересным и важным? Обо всем этом можно написать в комментариях. И также можете поспорить какими-то мыслями. Почему бы и да? Позволяйте себе роскошь быть собой. Роскошь разномнений. Это здорово. Мы разные. И это значит, что мы живые. И, конечно же, давайте несколько слов про словесность. Словесность. Счастеление. Опять, дихотомия использует Агачев и его излюбленный пример. Прием. Память и ум. Втор и твор. Математик. Счастеление. Математика и поэзия. Первичное и вторичное. Мужское и женское. Очень пронизано вот этой дихотомией каждый его текст. И каждый раз у него есть система, можно сказать, лейтмотивов. И вот мужское и женское это самый главный лейтмотив, вокруг которого все остальные лейтмотивы вертятся. Ну и калькуляция. Синякое камешкование. Счастеление. Да, интересно. Он делает разбор слов. Втор, твор. И самое главное. Понимать. То есть иметь. Внята. Понята. Вот это слово. Иметь. И уметь. То есть ум иметь. Надо посмотреть, кстати, здесь у нас среди нас. Среди нас есть ли этимологи, что они могут сказать или вообще люди, которые интересуются этимологией. Что вы можете сказать на этот счет. Вот так вот мы плавно подошли почти к сотой странице. К сотой странице. И плавно завершаем. Подписывайтесь на канал, если понравилось. Если вам созвучны мысли, которые Гачев и я транслируем. И если вам понравилось, то, конечно же, можно ставить лайк. Можно сливать свою агрессию и негативные эмоции с помощью комментариев и дизлайков. Это тоже различается в пространстве наших комментариев. До скорого. До следующего раза. И жду вас в пространстве нашего общения.